Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее насущные и актуальные городские вопросы и проблемы. В школах Рязани завершаются выпускные вечера. Сегодня последний день выпускных. В подавляющем большинстве школ выпускные уже отгремели. И самое время, что называется, собирать камни, то есть подводить итоги учебного года. И сегодня мы это сделаем вместе с начальником управления образования и молодежной политики администрации Рязани Виталием Еремкиным. Добрый вечер, Виталий Викторович! Здравствуйте! Итак, каким же получился завершившийся теперь уже учебный год для выпускников рязанских школ? Ну, наверное, начнем со статистики. В этом году 2442 человека сдавали единый государственный экзамен. Хотелось бы сказать, что практически все успешно сдали обязательные предметы. Если говорить о русском языке, то в городе Рязани все учащиеся справились. И на сегодняшний момент у нас нет ни единой двойки. Если говорить о математике, то здесь чуть-чуть похуже. 18 ребят не смогли сдать математику. Поэтому им предстоит это сделать в следующем году. Традиционно рязанцы выбирают в большинстве своем такие предметы, как физику, общество знания и биологию. Здесь больше всего желающих сдавать эти предметы. Что сказать про оценки? Ну, наверное, так будет красиво сказать, что 85-25% сегодняшних выпускников имеют по русскому языку балл от 80 до 100 баллов. До 100 баллов, простите. Соответственно, по математике не так здорово. 2,7 баллов, но все же балл достаточно высокий. Удалось ребятам в этом году и получить 100-бальные результаты. Это 23 рязанца по шести предметам. Это русский язык, литература, биология, общество знания, география. В целом итоге, так понимаю, неплохие. В целом, итоги неплохие, да. Достаточно много было нареканий со стороны телевидения, прессы, что вот под прессингом ребята должны сдавать. Да, действительно, в этом году... Металлоискатели даже появились. Да, немного изменилось правило сдачи. Были установлены в пунктах приема экзамена камеры, которые ввели как и онлайн-трансляцию, так и офф-трансляцию. Но были металлоискатели, о которых вы говорили, но, тем не менее, на результатах это не сказалось. И, выходя с пунктов, ребята, наоборот, говорили, что, в общем-то, это их не раздражало. И, по большому счету, люди пришли учиться, люди пришли честно сдавать. Как раз вот эта честность и прозрачность была достигнута в этом году. Виталий Викторович, ну вот вы сейчас привели некие статистические, некоторые статистические выкладки. Скажите, а вот в преломлении на, скажем так, общероссийский уровень, как выглядит город Рязани, как выглядят рязанские области? Евгений, ну сейчас только подводятся результаты. В общем-то, пока еще были пересдачи, еще будут ребята поступать в высшие учебные заведения, такие как десантные училища. Поэтому еще будут сдавать ребята. Пока, наверное, еще рано говорить о результатах. Но уверяю вас, что они не хуже, чем в прошлом году. И по некоторым предметам мы всегда выше сдаем, чем ребята по России. Вот уже, опять же, я, наверное, забегаю немножко вперед. Итоги еще, что называется, только-только подводятся. Но, тем не менее, уже понятно, какие рязанские школы оказались в этом году, что называется, в лидерах по качеству своих выпускников. Да, вот уже ЕГЭ традиционно 6 лет в таком в основном режиме проходят на территории города Рязани. Традиционно сильные, конечно же, лицеи гимназии. Это гимназия номер 5, лицеи 4, лицеи 52. Но и не отстают от них общеобразовательные школы. Если говорить о сегодняшнем результате, то школа номер 3 имеет наилучший результат по математике. Школа 60, школа 46, школа 72. Ну, в общем-то, достаточно прилично ребята сдают. Ну, что же, здорово. Вы упомянули о металлоискателях. Да я упомянул о металлоискателях. То есть, о камерах, о, скажем так, мерах безопасности по сдаче ЕГЭ. Ну, и, наверное, вот все эти меры позволили добиться того, что в этом году ЕГЭ в целом по стране прошли без грандиозных скандалов, как было в прошлом году. В Рязани какие-то эксцессы были? Нет, таких ярких эксцессов не было. Была проведена достаточно обширная работа. Собрание с родителями, с учащимися в присутствии представителей Министерства образования. Но, тем не менее, телефонов в этом году в Рязани обнаружено не было на ППЭ. Но все равно нашлись двое учащихся, которые воспользовались шпаргалками на едином государственном экзамене. Соответственно, они за это и пострадали, были замечены. И в этом году им уже не удастся пересдать эти предметы. Еще один вопрос. Много было разговоров относительно медалей. Скажите, все-таки те ребята, которые учились в течение учебного года, что называется, на отлично, будут отмечены? Получат они золотые медали или нет? Евгений, знаете, как обстоит дело на сегодняшний момент? В городе Рязани 197 выпускников, которые в 10-м и 11-м классе учились на одни пятерки. И в этом году они получили на сегодняшний выпускных аттестат с отличием, особый аттестат. И также вручили медаль губернатора за особые успехи в учении. Это 98 ребят. Чем отличается медаль российского уровня и медаль уровня региона? То, что есть определенные требования к медали губернатора. Нужно было учиться 10-й и 11-й класс на все пятерки. И еще плюсом сдать обязательный экзамен, это русский язык и математика, не менее чем на 75 баллов. То есть ценность этой медали получается даже выше? Получается даже выше, да. То есть если общероссийский уровень – это только 10-й и 11-й класс, пятерки и успешная сдача двух предметов, то здесь еще были обязательные требования не менее 75 баллов, я повторюсь. Ну вот на этой неделе в администрации города, я знаю, проходил торжественный прием. Главы муниципального образования тоже присутствовали на этом приеме, общались с выпускниками. Вот такие человеческие ощущения, сейчас даже не чиновник, а вот просто человеческие. Как вам они все-таки, выпускники 2014? Вы знаете, я ими восхищаюсь. Действительно, при всех разговорах, что молодежь у нас уже не та, люди, которые побывали на этом приеме, видели, что ребята действительно умницы, ребята молодцы, с великолепными баллами, с великолепными знаниями. И плюс мы собирали в этом зале не только тех, кто учился на пятерке, мы собрали тех, как мы говорим, лучшие выпускники, те, кто за годы учебы в школе смог еще и достичь каких-то результатов. Там были и мастера спорта международного класса, и победители юниора Европы и России. В общем-то, ребята все разносторонние, что доказывает, что молодежь в нашем городе действительно достойна. Виктор Викторович, выпускные вечера в школах завершились, впереди у школьников сейчас, вчерашних теперь уже школьников, поступление в ВУЗы, но школьная жизнь, что называется, не заканчивается и не уходит на каникулы, потому что самое время готовить школы к новому учебному году, который 1 сентября примут, я так понимаю, не одну тысячу рязанских первоклассников. Как обстоят дела с этим? Уже начали готовить школы к 1 сентября? Да, для нас так не бывает. В общем-то, для обывателей складывается впечатление, что когда наступают каникулы, школы замирают. Так не бывает. Уже сейчас школа начинает готовиться к новому учебному году. Хочется отметить, что в прошлом году нам удалось капитально отремонтировать две школы. Это школа 21 и школа 13. В этом году мы тоже не остановились на достигнутых результатах. И в этом году такие грандиозные ремонты будут проходить в школе 54 и в школе номер 39. Ну и, конечно же, те косметические ремонты, которые происходят обязательно каждый летний период, проходят в каждом образовательном учреждении. И в августе состоится традиционная приемка, где мы посмотрим, насколько руководители школ достаточно удачно смогли подготовить свои образовательные организации к новому учебному году. Ну и еще хотелось бы отметить, что в этом году нам удастся построить спортивные площадки. Это благотворительная акция «Газпрома». На территории пяти рязанских школ будут построены современные спортивные площадки с хорошим покрытием. Это школа 3, 4, 73, 9, 47. То есть это даст возможность проводить дополнительные уроки физкультуры, или даже не столько дополнительные, сколько на ее более качественные. Абсолютно верно. Такой серьезный вклад в инфраструктуру данных школ. Вопрос, который традиционно задают родители перед началом учебного года, это вопрос обеспеченности школьников учебниками. Часто спрашивают о том, нужно ли покупать учебники за свои деньги, или школа должна обеспечивать. Я вот этот вопрос, в свою очередь, хотел бы вам задать. По существующему законодательству школы обязаны предоставить бесплатные учебники. Управление образования за этим четко следит. Поэтому мы ждем сигналов, как говорится, с мест, если такими учебниками не будут обеспечены дети. Но это не касается тех учебных пособий, а именно рабочей тетради, пока школа не в состоянии приобрести учебники. Во все школы должны быть выдано за бесплатно. Что-то беспокоит в преддверии начала подготовки к учебному году? Что вам больше всего волнует? Вы знаете, нет, все это уже, как говорится, по накатанной. То есть, сейчас в школах и в детских садах проходит опрессовка отопительной системы. Есть средства на какие-то экстренные работы. Поэтому мы будем готовы к следующему учебному году. Ну что ж, спасибо. На этой оптимистичной ноте позволю себе закончить наш разговор. Мы говорили об итогах учебного года 2013-2014 и подготовке к новому учебному году 2014-2015 годов. Гостем программы «Лицом к городу» был начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Виталий Еремкин. Это была программа «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова